Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Коричко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете. На сайтах разных телеканалов. На канале YouTube. Про правильное питание. Правильное употребление воды. Что такое здоровый образ жизни. В тех уникальных условиях, в которых вы находитесь. Что такое профилактика. Как ее правильно проводить, чтобы не попасть на лечение. А в случае, если вы попали на лечение. Как его правильно проводить в домашних условиях народными средствами. Либо средствами официальной медицины в лечебных учреждениях. И сегодня я решил написать интересное видео. Как правильно убрать жир с живота и боков. Чтобы ваш уровень здоровья не пострадал. Потому как бытует мнение, что если есть небольшое ожирение на животе. Это косметическая, а не медицинская проблема. И убрать ее можно и медицинскими средствами. Это не совсем так. Абдоминальное ожирение. Это неприятная ситуация. Следствием которой является нарушение обмена веществ. С развитием так называемого метаболического синдрома. Или как его часто называют смертельный квартет. И решить только физическими нагрузками очень сложно. И при решении пойти в какой-то тренажерный зал или фитнес-клуб. Вам нужно совершить два решения. Два героических усилия над собой провести. Не только изменить свой уровень двигательной активности. Но и метаболическое обеспечение этого процесса обеспечить. То есть изменить и питание. Сделать его более правильным. Потому как находясь на неправильном питании. Но и невысоком уровне активности. Вы имеете одни болезни. Увеличивая уровень активности. И оставив свое привычное питание на прежнем уровне. Вы попадаете на другие болезни. Поэтому смотрите это видео до конца. Вы узнаете какие продукты питания. Нужно напрочь исключить из своего рациона. Чтобы занимаясь активно спортом не пострадать. Потому как мнение о том что не важно чем вы питаетесь. Ведь в конце до концов все продукты питания. Расщепляются из белков. Появляются аминокислоты. Из жиров глицерин и жирные кислоты. Из углеводов простые углеводы. Витамины, макро и микроэлементы идут в составе продуктов питания автоматически. И несущественно чем вы питаетесь. Все равно клетка потребляет именно это. Да, действительно. Клетка другие компоненты практически не употребляет для своего обмена веществ. Но! Важны нюансы! Важны сопровождающие лица. которые идут в составе этого продукта питания. И нарушают обменные процессы в организме человека. Поэтому важно правильно отрегулировать. Убрав опасные для вас продукты питания. И вы удивитесь, когда среди тех, которые я обозначу, у вас окажутся вроде как здоровые продукты питания. Они вам противопоказаны при занятиях спортом. Вы также узнаете, как правильно сочетать питание и физическую нагрузку. Ну и как в эту ситуацию еще в ней правильно использовать воду. Как влить воду правильно в организм. Чтобы она не мешала вашему здоровью. А уровень здоровья только укреплялся. Поэтому смотрите видео дальше. Пока вы сам себе диетолог. Вы конечно имеете право совершать ошибки. А врачи регистрировать эти ошибки в виде заболеваний. Хорошо бы, чтобы это были легкие заболевания. Поэтому чтобы не попадать в эти ситуации. Смотрите видео дальше. Какие же продукты нужно исключить из рационного питания, если вы собираетесь убрать жир с живота и боков исключительно физическими нагрузками? Практически все! Потому как сжигание жира начинается после того, как примерно 30-40 минут на пределе своих возможностей вы работаете и в мышцах горит гликоген мышц и гликоген, находящийся в печени. Вот только после этого вы должны пережить опасную ситуацию с гипогликемией. После которой включается глюконеогенез в печени. И жир из жировой ткани в печени превращается в углеводы. И поддерживается уровень сахара в крови. Если же вы хоть каплю напитка, содержащего калории, либо крошку хлеба, либо другой любой еды положили в свою пищеварительную систему перед нагрузкой, вы еще дополнительное время должны тратить на сжигание этих калорий. Иными словами, если вы хотите физическими нагрузками убрать жир с живота и боков, вы должны в зал идти голодным. Выпили воды и пошли заниматься физическими нагрузками. В этом случае жир будет сжигаться именно этим путем. Но! Это достаточно дорогое удовольствие! Потому как неизменное следствие сжигания жира это не только уменьшение объемов, это и повышение в крови уровня кетоновых тел. Один из которых это ацетон. И вы должны быть готовы к тому, что от вас немножко будет попахивать ацетоном. А это не самое простое вещество для вашего мозга. И эта ситуация не самая простая для снижения веса. А вот какие продукты нужно убрать, для того чтобы жир на животе и боках таял не вследствие физических нагрузок в тренажерном зале. А вследствие изменения обмена веществ. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Если же вы понимаете, что интенсивные занятия в тренажерном зале помогут вам потерять всего несколько десятков грамм жира. А основная потеря массы тела это вода с растворенными в ней макро- и микроэлементами. Которые вы теряете с потом и выдыхаемым воздухом. А обмен веществ при этом не восстанавливается. Более того объем жировой массы при неправильном питании легко восстановится. Да еще и с запасом. Возможно вам следует пойти по иному пути. Обозначенному в теме этого видео. А именно скомбинировать правильно ваши физические нагрузки и питание. В соответствии с теми нарушениями обмена веществ. Которые обычно присутствуют при метаболическом синдроме. В этом случае вы имеете возможность не только снижать объем жировой массы на животе и боках. Но и восстанавливать обмен веществ. Одновременно оптимально активируя и уровень двигательной активности. Потому как метаболический синдром достаточно коварен и опасен. И опасен осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Но в этом случае какие продукты питания можно оставить в рационе? А какие лучше исключить? Вы узнаете прямо сейчас. Если вы хотите безопасно убрать жир на животе и боках. В этом случае за час-полтора до тренировки вы должны съесть порцию каши. Каша должна готовиться обязательно на подготовленной воде. А выбор между рисовой, гречневой, кукурузной, пшенной зависит от вашего вкуса. Правда если вам знаком такой диагноз как хронический панкреатит. Выбор сокращается. Вы выбираете между рисовой и гречневой. Если нарушена так или иначе работа кишечника. То при запоре лучше использовать гречневую. А при склонности к поносу рисовую кашу. Чтобы такой частый диагноз как дискинезия желчного пузыря в любой момент тренировки не напомнила о себе острой болью в правом подреберье. К порции каши вы добавляете чайную ложку жира. А будет это сливочное масло, сметана, сливки. Любое растительное масло по вашему вкусу. Это опять-таки ваш выбор. Если вы не большой сторонник каши. Вы их можете с успехом заменить супом, борщом. Но! Обязательно постным. Потому как будет в супчике или борщике мясо, птица. Либо вы съедите порцию ухи с рыбкой. Они будут гнить в пищеварительной системе. И отравлять ваш организм после тренировки. А это не совсем правильное решение. Во время собственной тренировки воду пить не нужно. Часть воды ваш организм возьмет из каши либо из супчика. Но если тренировка была слишком интенсивной. И появилось чувство жажды. Вот на этом моменте тренировка заканчивается. Вы постепенно переходите в состояние покоя. И только после этого удовлетворяете чувство жажды. То есть пьете воду либо какие-то другие напитки. В любом случае после тренировки вы должны взвеситься. Сравнить свой вес до тренировки и после. И как минимум половину этих потерь вы должны восполнить водой после тренировки. А будет это чистая вода. Либо это будут соки компотики. Лучше кислого или кисло-сладкого вкуса. Для того чтобы возбудить аппетит. И положить порцию правильной еды после тренировки. Это уже ваш выбор. Вот какие продукты лучше исключить. Они похожи на обозначенные мною. Но эта мимикрия может нанести вред вашему здоровью. Хотя есть рекомендующие которые можно и это есть. В связи с физическими нагрузками. И будет вам большая польза. Польза будет скорее не вам. И это нужно знать и правильно использовать. Но об этом вы узнаете прямо сейчас. Есть мнение что перед занятиями спортом можно подкрепиться кондитерскими изделиями. Жареными пирожками, пончиками. Можно съесть бутерброд с твердым сыром, колбасой, ветчиной. Съесть то конечно можно. Но все эти продукты питания так или иначе не содержат достаточное количество воды. А именно мобильные запасы воды в вашем организме определяют максимальную продолжительность и интенсивность тренировки. И появление чувства жажды. А появится оно в начале тренировки? В середине? В конце? Либо вовсе не появится? Зависит от того как вы правильно подготовились к ней? Оптимально если тренировка идет максимально интенсивно и продолжительно сколько хватает вашей сердечно-сосудистой системы? А чувство жажды не появилось? В этом случае вы прекрасно готовы к тренировкам. И ваш тренер ведет правильно. К заветной цели жир на животе и боках будет постепенно снижаться. Но если вы кроме тренировок наладите себе правильное питание и в остальное время суток и в остальные дни недели. Так как тренировки не всегда идут каждый день. В этом случае ваш уровень здоровья будет улучшаться. А нарушенный обмен веществ постепенно восстанавливается. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Поставить на него лайк. Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.